Ничего себе сугробов нанесло. И снег, главное, не тает же. Так, я не знаю, я в кроссовках. Иду на зумбу. Как я сейчас буду пробираться по этим сугробам? Понятия не имею. Так, блин. Так, я еще на утренний урок не ходила. Посмотрите, какая красота зато она. Муж пошел готовить машину. Решил меня подвезти. Доброе утро! Ничего себе зимняя сказка, а! Сколько снегу намело-то! Вот как вам. Сейчас покажу. Вот столько снега выше щиколотки. Восемь утра. Я иду на зумбу. Так, это я. Сюда я приехала на занятия по зумбе. Что это такое? И какой толк от этих занятий, я расскажу подробнее. О, ребят, это я после зумбы. Как вам цвет моего лица вообще? А вы что думали? Если на зумбе работать, а не делать вид, что работаешь, что в конце тренировки реально хочется уже умереть. Вот так-то. Так. Сходить в бассейн, что ли? Так, ребят, ну вот лично мне непонятен один момент. Вот не знаю, видно, нет? У меня вот такой вот цвет лица держится, ну, наверное, еще минут сорок после тренировки. Вот некоторые девчонки заканчивают тренироваться нормальное белое лицо. У меня красное, как помидор. Надо у тренера спросить, это вообще нормально или нет. Или это у меня что-то, проблемы какие-то. Ребят, сейчас. Сегодня был просто офигенный класс. Я попала к новому тренеру. В общем, мне все тренера здесь нравятся. Ну, я не знаю, сегодня я просто неимоверно кайфанула на уроки. У меня еще до сих пор вот эта энергия во мне колотится, мне хочется танцевать, я не знаю, бежать, что-то делать. В общем, зумба – это супер. Ребят, ну я вернулась домой после тренировки. Хочу сразу сказать, у меня реально шок. Почему? Ну, потому что тренер, она, кстати, оказывается новая, новый тренер, их у нас три. Поэтому на зумбу можно ходить к разным инструкторам, смотреть, что они вытворяют, и, соответственно, учиться разным элементам. Это супер, меня радует несказанно. Кроме того, время разное, в общем, ура. Да, ну так что меня поразило. К этому тренеру сегодня я попала первый раз. И моему удивлению не было предела, потому что женщина, ну сразу скажу, она или предпенсионного возраста, или уже на пенсии. В Америке здесь это 65 лет для женщин, если я ничего не путаю. И, честно говоря, тренировки по зумбе, ну не каждая молодая девчонка, тем более с первого раза может выдержать. А вот женщина в таком возрасте провела часовое занятие, при этом с улыбочкой, с позитивом, да, с какими-то вот, такими вот, очень душевной, в душевной атмосфере занятия прошло. В общем, браво, бис! Да, и в очередной раз опять заметила, что фитнесом в Америке занимаются, ну не только молодые люди, очень много людей преклонного возраста, то, что у нас называется, которые посещают разные виды занятий, и это вообще, ну никого здесь не удивляет. Понятие, что ты там на пенсии думай уже о душе, потому что ни о чем в другом тебе думать не надо, здесь вообще не существует. Вот, в частности, сегодня рядом со мной, как говорится, плечо, плечо, да, стояла дама, ну, мягко говоря, далеко за пенсионный возраст. И она прекрасно там повторяла все упражнения, к моему, конечно, вот такому вот очень приятному удивлению. Так что, женщины в Америке, те еще штучки. Да. Сейчас хочу рассказать вообще, что такое зумба, как вообще меня занесло на эти фитнес-классы, что у нас там происходит, ну и поделюсь своими интересными наблюдениями и выводами. Итак, вот лично я для себя открыла такое понятие, как зумба, несколько лет назад. Я на тот момент еще жила в Украине. У меня был очень классный абонемент, ну, харьковчане знают, такой фитнес-клуб Аура. На тот момент он был очень хорошего уровня, сейчас не знаю. Вот. И этот абонемент предполагал возможность посещать любые классы, которые есть в расписании. Причем, ну, там можно было хоть жить, пожалуйста, приходи утром, ходи на все классы, плавай в бассейне там, занимайся на тренажерах. В общем, хоть живи, дело твое. Да. Ну, и поскольку классов было достаточно большое количество, мне было интересно посмотреть, что из себя представляет каждое занятие и насколько мне это интересно или нет. Вот. Ну, и таким вот образом я попала на тренировку по зумбе. Ну, в общем, лично мне хватило одного занятия, чтобы понять, что мне это однозначно подходит, это мое, меня вдохновляет все, что происходит на уроке, и я буду этим однозначно заниматься. Итак, что такое зумба? По сути, это сочетание элементов фитнес-тренировки с какими-то танцевальными упражнениями, и все это под быструю музыку. Хочу сразу сказать, что элементы и упражнения, они достаточно быстро сменяют друг друга, поэтому выдержать темп тренировки, особенно по началу из непривычки, ну, практически невозможно. Когда я попала на первое занятие, то, ну, понятно, что я там, ну, пыталась, да, что-то повторять за инструктором, но получалось все это достаточно плохо. Более того, у меня посетила паника, когда, ну, например, да, там я только-только запомнила вот это движение, повторила его один раз, а тут оп, и тренер уже показывает другое движение, новое для меня. В общем, ну, и вот здесь, кстати, тоже хочу затронуть такую тему, как ошибки, да, которые свойственны многим новичкам, или почему вот люди к своей цели не доходят в тех же занятиях спортом. Ну, во-первых, потому что у многих, я в этом уверена, есть такое чувство, как я не буду ходить на этот класс, потому что я один раз попробовал, чувствовала, чувствовала я там себя как дурочка, ничего не понимаю, не могу запомнить, повторять, в общем, выглядела как идиотка, я ходить не буду. Ну, я не хочу сказать, что я там такая вся супер-пупер, и когда я пришла первый раз на тренировку по зумбе, была звездой, конечно, нет. В общем, ну, мало того, что я вообще не попала там, ни в одну, ну, не смогла сделать ни одну полную связку, да, и не попала, по сути, во все упражнения. Более того, еще группа на тот момент была малочисленной, и вот представьте, одно дело, когда это толпает, и там где-то там сзади затерялся, ну, и вроде так ничего. А тут у нас всего ничего, там, по-моему, четыре человека было, и ты как на ладони, да, еще и не попадаешь ни в одно движение. Я не скажу, что у меня не было какой-то мысли, все, больше ходить не буду, я выгляжу как, ну, как дура, ну, будем называть слова своими именами. Но, тем не менее, я взяла себя в руки, и как любой взрослый человек, прекрасно понимаю, что, во-первых, когда ты приходишь на любой вид тренировки, инструктор видит тебя в первый раз, то, естественно, никто не ожидает от тебя, что ты там сейчас поразишь всех своим мастерством. Во-вторых, по сути, тренеру дают, а особенно участникам, да, происходящего, и всем, кто ходит в этот класс, им вообще глубоко, ну, все равно, да, если так мягко сказать, как ты там, красиво ты это делаешь или некрасиво там, запоминаешь ты хорошо или нет. Каждый занят своим делом. И вот это, кстати, вторая ошибка многих начинающих, потому что, ну, я знаю, есть люди, которым кажется, что вот, я там глупо выгляжу, поэтому на меня там, типа, смотрят все, ну, кто в этом классе, и там, ну, как-то подспеиваются. Ну, на самом деле это вообще не так. Вот для примера скажу, я хожу в классы в разное время, и, честно скажу, количество людей бывает разное, бывает, что там зал полный 35 человек, а бывает 4 человека, да, и ты как на ладони. Но при этом тренировка, она настолько интенсивная, люди заняты тем, чтобы смотреть на тренера и максимум на свое отражение в зеркале, чтобы понимать, насколько там правильно или неправильно ты повторяешь эти элементы. Ну, и вообще ни у кого нет времени смотреть, как там там твой сосед, который стоит рядом, он там, насколько он все правильно делает. Поэтому, ребят, кто тоже вот страдает таким вот, знаете, как повышенной мнительностью, да, и вам кажется, что на вас там все смотрят, это не соответствует действительности. Вот от себя скажу, да, я бывает иногда поглядываю, там, не знаю, несколько раз за тренировку на другого человека, но только по причине того, чтобы посмотреть, как это делает он, потому что, может быть, не видно тренера в этот момент. Ну, или действительно, да, если глаз цепляется за кого-то, кто делает просто супер, вот, хорошо, да, то, ну, просто, ну, вот я радуюсь за этого человека, на него реально приятно смотреть. А так, чтобы, знаете, рассматривать там, кто как исполняет упражнения, ну, у меня другие цели, и у других людей также. Вот. Был еще такой у меня смешной пример в клубе в том же Аура, когда я начала еще пробовать степ-аэробику, кстати, мне тоже нравится, пришла у нас кореянка на занятия. Я, значит, третий раз, по-моему, на степ-аэробике, а она вообще первый раз пришла. Ну, и, естественно, да, когда это все выполняется тоже в темпе, эти все шаги, там, ну, вот так вот сразу не поймешь, как там правильно эти ноги ставить, да, особенно, когда народ уже делает какие-то связки, упражнения. Ну, и она там что-то пыталась-пыталась, в общем, где-то полчаса мучилась, и у нее, ну, не получается. Почему? Я знаю, потому что она стояла рядом со мной, и как-то я там третий раз тоже там раз повторила, три раза не поняла. Вот, а она вообще, ну, не могла ни темп как бы подхватить, ни понять, какие элементарные шаги нужно делать. Но она мучилась-мучилась, и что вы думаете, вот где-то через полчаса она просто отставила степ и ушла. Это вот пример того, что, ну, не знаю, человек сделал очень быстро выводы. А отсюда следует мой пункт номер три, ребят. Кто начинает новые какие-то кружки, классы, виды спорта, не делайте выводы быстро. Ну, одного занятия, да даже, ну, отлично, я считаю, даже трех-четырех занятий, их недостаточно, чтобы понять, нравится вам этот курс или нет. Во-первых, потому что каждое занятие разное, элементы меняются, плюс у вас может быть просто не то настроение сегодня. Ведь бывают, да, такие дни, когда, ну, вообще ничего не ладится, все из рук валится, движения не запоминаются. На следующий день вот я иногда прихожу, и у меня все так отлично получается, что просто вот аплодирую сама себе. Так вот, да, не нужно делать быстро выводы. Во-первых, походите несколько раз, ну, как минимум четыре, а лучше пять. Если вообще вот не пошло, ну, наверное, все-таки, ну, не подходит. Но, тем не менее, я еще люблю, даже при одном и том же классе, менять инструкторов. Как показывает практика, каждый коач, он со своим подходом, со своим набором упражнений, пониманием, манерой объяснения. И поэтому вот один и тот же класс, но у разного инструктора, он вот может у вас, как говорится, там не шел, а вот с этим инструктором у вас на ура все получится. Еще одна у меня ошибка была в том, что я, как говорится, дорвалась. Ну, немножко повторюсь, был абонемент и огромное количество классов. Мне хотелось вот попробовать все. Но я не учла тот момент, что мое тело долгое время не получало достаточно физической нагрузки. Соответственно, нужно было все нагрузки внедрять постепенно. Я уже ринулась в бой и составила себе очень плотное расписание. То есть, например, у меня сейчас акваэробика. Тут же через 15 минут другой класс по зумбе, которого, ну, честно говоря, даже одного этого класса вот так вот достаточно для поддержания физической формы. Но у меня их было два подряд. Потом на следующий день я уже шла на какой-то там ТРХ, например. А на следующий день без перерыва, без ничего, у меня опять два класса подряд и плавание. В общем, за три дня я себя загнала капитально. Я уже не наслаждалась ничем. У меня все болело. Я помню, после этих там двух или трех дней день я вообще пластом лежала на диване, потому что была нереальная крепатура. Ну, в общем, друзья, кто вот точно так же делает, ну, это не совсем правильно, потому что нужно трезво оценивать свою физическую форму на тот момент, когда ты начинаешь снова возвращаться к любой физической активности. Ну, и вот сейчас я, естественно, такую работу над ошибками уже проведя, возвращаюсь к физическим нагрузкам достаточно аккуратно. То есть я уже не бросаюсь в бой, не бегаю на всё подряд, хотя мне абонемент тоже позволяет ходить на разные классы. Вот, сейчас я, мне достаточно одного класса, на который я хожу, потом у меня день перерыва, потом я иду снова. Никакого сочетания там одного урока за другим, и тем более каждый день нет. После, кстати, первых моих трех дней посещения зумбы я чувствовала, конечно, себя очень уставшей. Вот, но сейчас даже, вот, уже достаточно, кстати, буквально пяти, ну, шести занятий, и я чувствую, как наоборот, у меня физическая форма уже, ну, не знаю, улучшается на глазах, я не так устаю, у меня нет такой безумной отдышки, боли в мышцах, и, да, уже где-то я начинаю подумывать, а не совмещать ли мне снова два разных занятия. Вот, может быть, попробую зумбу, и после нее там какой-то у нас есть бодипамп. Что это такое? Посмотрим. Да, да, и, кстати, хочу сказать, девочки, кто там сильно мнительный, если вы пришли на новый класс, то, ну, не становитесь никогда рядом с тренером. Здесь, конечно, такая ситуация, палка о двух концах. Почему вот я тоже поначалу пыталась становиться прямо вот в первых рядах рядом с инструктором? Мне казалось, ну, я же его буду хорошо видеть, а значит, там лучше повторять, и мне будет более понятнее. Но на самом деле, когда ты в любой класс попадаешь, ты все равно на первом уроке ничего толком нормально делать не можешь. Поэтому у кого там сильная мнительность, кто вот чувствует себя как-то глупо, некомфортно, ну, не становитесь в первую линию. Можно встать там где-то в каких-то задних рядах и выполнять все по мере своего понимания возможностей. Вот и все. И тогда и ощущение после класса останется более комфортное. Девчонки, если вы не знали, что такое зумба, я вам очень сильно советую попробовать походить на эти тренировки. Помимо огромного количества плюсов от этих занятий, я получаю нереальный заряд энергии, потому что зумба – это прежде всего фан. Это очень интересно. Вы расслабляетесь, кайфуете. Ну и вообще, когда все происходит в танце, да, то получаются те же упражнения, они делаются очень легко, потому что вам интересно, вам интересно танцевать, да? А мы же девочки любим танцевать, правда? Кроме того, каждая тренировка, вот я вам клянусь, она приносит, ну, просто нереальный заряд энергии. И вот я по себе замечаю, бывают дни, когда, ну, что-то вроде не хочется идти, о, что-то там где-то вот тут кольнуло, может, я себя плохо чувствую, типа пропущу. Нифига. Вот я все равно иду, и вот только мы начинаем, ребят, 10 минут клянусь, это какой-то такой адреналин идет. Я делаю это с таким удовольствием, и меня вот то, что называется, реально плющит от этого. В общем, зумба – это прекрасный способ заниматься нудным спортом, потому что вот я лично, я ненавижу заниматься спортом, особенно ходить в зал, и там, знаете, тренажеры вот это делать монотонно, бег я просто не перевариваю, а здесь все, само собой, как бы органично происходит. Более того, вот я по себе вижу там, по девчонкам другим, которые со мной занимаются, ну, это позволяет тебе вот как-то реализоваться, понимаете, выплеснуть энергию одну, получить, закачать в себя другую. В общем, супер. И, кстати, кто сказал, что американки какие-то там сдержанные, ничего подобного, ребят. У нас тренер показывает какие-то упражнения, да, и там такие крики, люди подпевают. Кстати, тренер это даже поощряет, чтобы люди пели, улыбались, хохотали. И неважно, там ты сделал тему или нет. Вот она поворачивается, смотрит, да, кто-то правильно повернулся, а кто-то там уже на своей волне кайфует. Да, она только за вообще. Более того, кстати, чем меня вот этот тренер поразило, ну, женщина-то в возрасте, а видно, там такая огонь была, что вот она даже видит, некоторые просто механически повторяют упражнения. Так она прямо показывает, улыбайся, расслабься, кайфуй. И вот я наблюдаю за этой женщиной, как она даже делает движение под песню, и вот видно, человек просто кайфует. И вот глядя на неё, я тоже расслабляюсь, начинаю кайфовать. И чем больше ты расслабляешься, во-первых, тем лучше всё получается, а во-вторых, ещё ты больше и больше позитивом заряжаешься. В общем, девчонки, кто не пробовал, все на зубу. Ну, а теперь о плюсах вкратце. Ну, во-первых, за одну тренировку вы можете сжечь от 500 до 1000 калорий за одночасовое занятие. Та-да-да! В общем, если там кто-то считает, как там терять калории, работает над своим весом, зуба – это самое оно. Так, почему такой получается большой разброс между сжиганием калорий? Ну, я думаю, здесь понятно, потому что одно и то же упражнение можно сделать с разным вложением энергии и сил. Ну, например, простое упражнение. Вот ручки так, и вот начинаем. Поворот корпуса, да, и поворот ручки. И возвращаем назад. Это обычно идёт упражнение, а в самом начале ещё в разминке. Да, и вот можно просто поприсутствовать, да, там что-то типа махнуть, да, рукой вроде бы как-то повториться всеми, ты в теме, но тем не менее особо ты не напрягаешься. А можно, да, сделать поворот рукой, во-первых, напрягая мышцы, здесь, напрягая даже пресс живота, повернув корпус с максимальной отдачей, и, соответственно, и разное количество калорий затратится, да, то есть там хмм, да, там хмм, хмм, ну, то есть уже разница чувствуется по тебе. Поэтому любое упражнение, то, как вы в него вложитесь, насколько хорошо и с приложением сил, тем больше вы потратите калорий. Вот и всё. Та же волна, пожалуйста, раз, два, да, можно сделать раз, два, вроде что-то махнуло. Можно сделать с глубоким прогибом, да, там раз, два, да, и вот здесь тоже. Вот так вот. Поэтому, опять же, отсюда есть, следует такой вывод. Кто только начинает, ну, во-первых, не надо там умирать на тренировке, делайте, опять же, по своему ощущению и тому, насколько вы можете. Во-вторых, ну, чувствуете, что есть пород в пороховницах, вкладывайтесь больше. Там вот иногда я чувствую, когда я устала, ну, капец, мне нужен немножечко перерыв. Я начинаю просто, знаете, как вот, да, я что-то там в теме со всеми машу, но я особо не напрягаюсь. Вот такая вот пауза где-то двухминутная помогает мне восстановиться и дальше опять уже со всеми вкладываться по полной в упражнение. Итак, польза номер два. Во время любого занятия спорта, тем более зумба, хочется постоянно пить. Воду пить нужно по чуть-чуть, мелкими глотками и за время тренировки несколько раз. В чем суть и польза? Ну, я думаю, многие из вас слышали, что воду нужно пить, ее нужно пить в большом, достаточном количестве, потому что это мега полезно для всего организма и здоровья. Ну, а здесь вы хотите, не хотите, вы будете пить воду, а значит уже польза. Ну, вот я от себя скажу, у меня всегда была проблема пить большое количество жидкости, но не могу я просто. Поэтому для меня, когда я должна себя как-то заставить просто вливать эту жидкость, то есть здесь употребление воды происходит само собой. Та-да-да! Во-вторых, в-третьих, вернее, какая еще польза? Ну, во-первых, движение – это жизнь. Если сидячий образ работы, недостаточная физическая активность, то здесь любому, по-моему, даже ребенку понятно, что чем больше начинаешь двигаться, тем здоровее тело, да, кровь разгоняется, как-то мышцы поддерживаются в тонусе. Да, и самое главное – физическая сила. Тело, оно тоже растет, потому что, ну, опять же, все это связано с разными элементами упражнений. Ведь мы там, да, не только танцуем на тренировках, есть какие-то те же там движения по приседанию, там, по махам руками, но все это просто вот в такой вот виде игры и танцы. Да, и забыла сказать очень важный момент. Вот сейчас сделаю заявление со всей ответственностью бывшего ученика йога-класса. Девочки, если вы чувствуете в себе излишнюю стеснительность, неумение кайфовать от даже простых ситуаций в жизни, но самое главное – вам проблема расслабится, вы слишком скованы, вам просто необходимо ходить на классы зумба. Почему? Потому что они помогут вам работать с вашей чакрой свадхисхана. Кто не знает, это сексуальная чакра любого человека. Как это работает? Ну, если так очень кратко, благодаря несложным упражнениям вы прокачиваете нужную энергию в нужных местах, скажем так. И вот вы увидите, результат будет на лицо. Вы будете чувствовать себя намного сексуальнее, увереннее, раскованнее. Ну, и вообще просто... Ну, вот жизнь заиграет в других красках. Поверьте мне на слово. Да, первый раз, когда я попала на этот урок, я посмотрела на комплекс упражнений, мне сразу стало всё понятно. То есть зумба – это такое комплексное мероприятие, которое будет полезным просто для всего вашего тела. Так, ну и хочу показать. У меня даже книжка есть по зумбе. Вот это, кстати, Бета Перес, основатель данного движения. Книгу я купила по просто, я считаю, счастливому стечению обстоятельств. Здесь была распродажа в нашей библиотеке, и вот новая книга с диском, даже запечатанная она была в полиэтилен, стоила 1 доллар. Это было ла-ла-ла! Мой удачный день. Зачем я ещё и книгу взяла, собственно? Это, кстати, вообще не обязательно, девчонки. Вы можете заниматься зумбой, просто придя на урок и повторяя за инструктором. Но здесь приводятся также варианты питания, и вплоть до того, что расписаны разные диеты и блюда, которые можно употреблять. И, как говорит автор, наряду с занятием зумбой, придерживаясь правильного, хорошего питания, внимание, девчонки, не голодая, я посмотрела, здесь очень приличные продукты и блюда. Так вот, можно прийти в отличную физическую форму, ну, за считанные там недели. Ну, у кого-то, может, это будет там месяц-два. Супер! Так что, я, как видно, настроена очень серьёзно. Так, до вершения нашего видео, хочу спросить, помните этот анекдот медицинский, что здоровых людей нет, есть просто необследованные? Так вот, всем вот этим вот своим речитативом я хочу сказать следующее. Вот лично моё мнение, что нет людей, которые не любят спорт. Есть просто люди, которые не нашли тот вид и род занятий, который бы принёс им удовольствие. И таким образом, физическая активность, спорт, будет не наказанием для вас, а чем-то, что вот реально будет вас вдохновлять. Вот лично я для себя нашла такие классы. Для меня это зумба номер один, однозначно. Номер два – акваэробика. Опять же, девчонки, делать упражнения, да, эти же самые нудные, простые упражнения, там покрутить ручкой, выпад ножкой, но в воде и с усилием это принципиально другая малина. Попробуйте. Кроме того, занятия акваэробикой в воде, они способствуют повышению упругости кожи, поэтому вот ножки, попка, всё подтягивается, приходит в тонус. Вот, но опять же, если заниматься, а не делать вид, что ты там чего-то делаешь под водой. Да, ну и номер три для меня остаётся, это всё-таки занятие йогой. Здесь опять всё-таки, всё сильно зависит от инструктора, потому что есть учителя, предпочитающие больше силовые нагрузки, кто-то любит больше упор на растяжки, кто-то зациклен на изучении разных постов. В общем, просто нужно найти того преподавателя, который вот, ну, с которым ты где-то близок по духу и тебе интересно на его занятиях. Вот и всё. На этом всё. Пожалуй, пока. Не забывайте подписаться на канал, нажать лайк, если было интересно посмотреть, или вы открыли для себя что-то новенькое. Вот. Ну и желаю вам всё-таки найти подходящий вам вид спорта, чтобы вы кайфовали от жизни, и тренировка только лишь приносила вам удовольствие и стимулировала вас заниматься чем-то ещё. Ну и всё. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok